Здравствуйте! С вами вновь Александр. Я хочу сегодня вам показать старшую модель у компании Априка. Она называется Сарария. Старшую модель коляски. У нее очень много интересных фишек. Давайте их рассмотрим с вами более детально. Собственно, вот коляска Априка Сарария. Немножко, пару слов, так скажем, о ее технических характеристиках. Она предназначена для детей с рождения до 3 лет. И максимальный вес ребенка не должен превышать ориентировочно 15 кг. При покупке этот момент учтите. Теперь давайте изучим ее саму более подробно. Как обычно, начнем изучение мы с ручки. Что касается ручки. Ручка классической формы, прорезиненная. Очень, на мой взгляд, удобный хват. Также она регулируется в достаточно широком диапазоне. Под любой рост можно это все спокойно отрегулировать. И эта же ручка имеет возможность перекидывать ее с одной стороны на другую. Можете вот так, пока ребенок еще у вас маленький, перекинуть ее в эту сторону и гулять со всем маленьким ребенком. Это очень удобно, на мой взгляд. Также простым движением, вот здесь по бокам кнопочки, поднимаем и перекидываем ее обратно. Делается это все очень просто. Так, что касается козырька. Козырек тут большой. Он, в принципе, до самого бампера. Ткань здесь тоже тактильно очень приятная. Непродуваемо. Что мы в козырьке имеем? Здесь с одной стороны и с другой стороны есть москитная сетка с отверстием. Если вы ручку перекинули, с той стороны смотрите за ребенка. Если здесь ручка, то с этой стороны. На мой взгляд удобно. И еще что мне понравилось, обычно производители это не делают, вот эта накидка, закрывающая отверстие, она с кнопкой. И ветром ее никак не сдует. Держится все очень плотно и хорошо. Что еще? Для того, чтобы закрепить козырек в таком плотном раскрытом виде, по бокам здесь есть такие вот натяжители. Так, нажимаем, натянули. Нужно убрать козырек. Отогнули обратно. Все, сложили козырек. Что касается козырька. Теперь рассмотрим более детально само сидение и все системы безопасности, которые здесь есть. Что касается систем безопасности, здесь установлена классическая система пятиточечных ремней. На всех ремнях на плечевой зоне есть мягкие накладки, чтобы не травмировалось плечо ребенка. На паховой зоне также есть мягкая накладка. Это очень грамотно. И мы имеем также бампер. Бампер здесь достаточно гибкий, но свою задачу, соответственно, выполняет. Чтобы посадить ребенка, здесь с каждой стороны есть две кнопочки, которые мы нажимаем и фиксируем. Справа, слева можно это сделать без проблем. Вот. Еще несколько нюансов о самом сидении, так скажем, ложи ребенка. Здесь есть эргономические вкладыши под туловище и под голову ребенка. Это очень полезно для новорожденного ребенка. Вот. И из фишек, какие здесь есть в сидении, здесь внутри есть фольгированный экран, который создает такой своего рода микроклимат для ребенка. Летом особенно это будет актуально. Ребенок будет меньше потеть. Это отражает тепло. Мне кажется, это интересная очень фишка. И сидение есть... Здесь вообще матрасик, он четырехслойный. И сидение есть такой виброполгощающий слой. Очень удобная вещь для маленького ребенка. Он меньше трясется. Это очень полезно, мне кажется. И также вы можете под рост ребенка все вот эти ремни спокойно регулировать по высоте. Растет ребенок, поднимаем его выше и выше и выше. Здесь вот три ступени для этого есть. Вот. Что касается самой обивки. Обивка здесь тоже очень приятная тактильно. И чувствуется, что ткань не дешевая. Она абсолютно на ощупь приятная и мягкая. Матрасик здесь очень такой мягенький, плотный. Мне кажется, ребенку будет хорошо и удобно. Плюс здесь очень широкое место для таких колясок, как эта, компактного типа. Это огромный плюс. Не все коляски подобного рода имеют такую ширину. Оно реально вместительное. Даже в зимнее время года, в зимней одежде, мне кажется, ребенок здесь поместится спокойно. Еще здесь по поводу длины. Здесь есть такая возможность немножко удлинить подножку. Если вы положили ребенка отдыхать, вытягиваем здесь вот металлические такие салазки, оттягиваем их и тем самым делаем подножку длиннее. После чего мы можем спокойно на ремешках, вот здесь вот система интересная, или на ремешках бесступенчатая такая регулировка, плавная наклона, и получаем полностью горизонтальное положение, и причем длинное положение для ребенка. Мне кажется, очень интересно. Здесь еще, что мне лично понравилось, то что бортики очень высокие, и ребенок по бокам тоже прикрыт. Чтобы отрегулировать все обратно, натягиваем эти ремешки в стороны. Все. Посадили ребенка в обычное положение. Что касается подножки для ног, когда ребенок уже подрастет, она здесь классическая, пластиковая, внизу, вот как вы видите, вам видно прекрасно. Что касается шасси. Шасси здесь, в отличие от предыдущих моделей компании, здесь шасси более усиленное. Все сделано хорошо, и, на мой взгляд, достаточно прочно. Не создает ощущение неуверенности в коляске, в ее плохой сборке. Здесь этого не ощущается абсолютно. Все очень хорошо сделано. Что касается колес, колеса здесь и спереди, и сзади, они двойные. Передние, как обычно, они блокируются для преодоления плохой, неровной. Дороги. И на всех четырех колесах здесь отдельный тормоз. Мне вот эта система, на самом деле, очень нравится. Перекинули ручку, вам не нужно бегать, здесь тормозить. Можете и у себя там спокойно это сделать. Мне кажется, это очень интересная фишка. И еще, в отличие от других моделей, здесь установлена так называемая 3D-система амортизаторов. Здесь амортизация есть на всех четырех колесах. И плавность хода в этой коляске очень даже, я бы сказал, хорошая. Потому что обычно в легких хритных колясках на этом, скажем так, экономят, чтобы уменьшить, наверное, вес. Вот, сами колеса здесь не надувные. Это полиуретан. Но зато большой ресурс и стираться они не будут. Вот. И что касается багажного, собственно, отделения. Оно здесь достаточно большое. Ну, мне кажется, коляска большая. Можно сделать все-таки его побольше. Но производитель не посчитал это нужным. Сделал так, как есть. Но, в принципе, достаточно удобный отсек, чтобы вы могли ложить. Доступ организован грамотно. Вот. В принципе, к этому вопросов нет. Что касается того, как она складывается. На ручке здесь есть индикация замочек красненький. Это значит, что можно открывать, если он закрыт. Ну, здесь видно, закрыт, открыт. Если он открыт, то, в принципе, очень просто. Все. Нажимаем кнопку, приподнимаем вверх и опускаем. Таким образом она у нас в сложном виде. Вот так сложили. Все. Все компактненько. Чтобы не каталось, блокируем колеса. И у вас своего рода такой чемоданчик в углу стоит. Места много не занимает. Чтобы разложить, все очень просто. Процедура та же. Нажали. Поднимаем. Все. Все очень здорово. Вот. Это, в принципе, все, что хотел рассказать вам об этой модели. Небольшой итог, мое мнение, как обычно. Вот. Мне понравились коляски. Ее качество изготовления. Плавное сходом, мне кажется, у нее очень хорошее. И ее большая вместительность. Здесь, в принципе, производитель заявил до трех лет. Мне кажется, так оно и есть. Ребенок спокойный. Здесь в три года может поместиться. Здесь цифры правдивые. Ткани очень хорошие. В принципе, не знаю. Все сделано добротно и хорошо. Претензии у меня есть к размеру багажника. Чисто из своего опыта говорю, что он нужен большой. Часто нужно бывает что-то туда положить. И, на мой взгляд, при размерах коляски есть возможность здесь сделать его больше. Вот. Это единственное, к чему я, в принципе, бы придрался в этой модели. Вот. Ну, а выбирать, собственно, как обычно, вам. И с вами был Александр. А вы, в свою очередь, подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров. И удачи вам. Всего доброго. Продолжение следует.